После инициации человек использует своё тело уже как абсолютно безличное орудие Бога. Долг каждого инициированного продолжить работу на земле, чтобы помочь другим людям вырваться из оков материи, тела, слепой судьбы и вернуться снова в божественно-духовное состояние единства. Но если посвященный работает в обратном направлении, то есть использует свои высокие духовные энергии для себя, направляя высшие творческие всепроникающие силы из своего божественного сознания в своё тело, он падает ниже, чем обычный человек, который делает то же самое с сознанием, отпавшим от райского единства. Обычный человек проводит в тело лишь силы, возникающие из его материального существа. Он испытывает физические силы в своём теле, и для него это не означает падение, так как он использует свои силы на том уровне, с которого они пришли. Материальные силы остаются на материальном уровне. Инициированный не работает только с физическими силами, проводя свои высшие духовные энергии в тело. Он выпадает из своего высокого состояния и падает очень низко. Чем выше энергии, тем ниже. Поэтому после инициации человек не должен делать того, что обычные люди делают безнаказанно, так как он приводит в действие и излучает божественные, а не человеческие силы. Направив их в тело, он выжжет нервные центры и упадёт в бездну. Инициированный, пока он ещё не поддерживает себя постоянно на седьмой ступени сознания, несёт в себе опасность падения и начала нового полного колеса судьбы. Он стал сознательным в божественной творческой силе, хотя и с чужой помощью. И эта громадная сила снова выбрасывает его, и тогда он должен пройти гораздо больше цикл, чем после первого падения, так как он стал сознательным в божественной силе. Теперь я своими словами расскажу то, о чём здесь говорится. Тогда, когда вы проходите посвящение, вибрации вашего тела возвышаются. И вы становитесь проводником божественной энергии. У большинства людей нет вот этой связи. У них чакры замусорены, тела загрязнены. И поэтому они живут только на материальном плане. И используют только материальные вот эти энергии, материальные силы. Тогда, когда вы способны за счёт чистоты ваших четырёх нижних тел проводить большую божественную энергию, тогда возникает опасность неправильно использовать эту энергию. Одно дело, когда, допустим, я получаю мало энергии, и эту энергию трачу не туда. Но вот я столько получила, столько потратила, потом мне легко это отработать. Другое дело, благодаря своим достижениям, да, я получаю очень большой объём божественной энергии. То есть я получаю доступ к неограниченному источнику божественной энергии. И я обязана использовать эту энергию во благо всем живым существам. И если я вот этот огромный водопад божественной энергии направлю не по назначению, то я творю гораздо большую карму, чем тот человек, который получает свою маленькую порцию божественной энергии ежедневно. И таким образом я откатываюсь на миллионы лет назад в своей эволюции. Допустим, то есть есть вершина божественного сознания, и есть путь к этой вершине, который идёт через дремучий лес, кустарник. Вот он идёт, идёт, идёт. И тогда, когда вы падаете на лужайке, там, где щебет птиц, то вы ничем не рискуете, ну, коленку расшибёте. А тогда, когда вы по отвесным скалам карабкаетесь, да, то вы можете вообще не вернуться. А можете очень далеко скатиться. И вам придётся всё заново начинать ваш путь. Поэтому этот путь, он ускоренный путь. То есть в чём разница? Человек может эволюционировать вместе со всем обществом. То есть вот всё общество на каком-то уровне находится. И кто вас заставляет на какие-то скалы карабкаться? Собственно, и барахтайтесь. Вот. Но когда вы устремляетесь и начинаете ускоренную эволюцию, то вам даётся возможность за одну жизнь достичь того уровня сознания, который нормальный человек пройдёт ещё, может быть, через миллион или несколько миллионов лет. За счёт чего? За счёт вот этого пути посвящения, который даёт ладыке, ускоренного развития. Но вы скажете, а что, собственно, зачем это? И что это даёт? На самом деле вам лично это ничего не даёт, кроме трудностей и проблем. И нормальный человек никогда по пути посвящения не пойдёт. Нужно иметь совершенно божественное сознание, чтобы пойти по пути посвящения. На самом деле, когда хотя бы один человек за сто лет проходит этот путь посвящения, он открывает возможность для всего человечества Земли. Я примерно вам расскажу, как это происходит. Ну вот заседает какой-то там космический совет где-нибудь на Великом Центральном Солнце и говорят, ну что же опять это человечество? Мы мучаемся с ним, мучаемся, столько энергии уже сожрало. Давайте уже его свернем. А тут другие говорят, да нет, ну посмотрите, вот у нас наши ученики, вот посмотрите, какие у них достижения. Вот одного на кресте распяли, другого там ещё. Они же всё это выдерживают, и сознание им это позволяет. Ну ладно, говорит, тогда. И как бы вот эти люди, которые обладают вот этим божественным сознанием, они являются залогом, залогом в банке. Вот в какой-то банке есть космический, где вот все эти уникальные люди заложены. И под них даётся Земле возможность дальнейшего развития. Понимаете? И вот те люди, которые осознают вот это, они готовы к пути посвящения. А которые не осознают, ну собственно, что барахтаться, что карабкаться. Так хорошо тут. Тут на самом деле вопрос какой? Ведь можно никуда не стремиться и никуда не идти. И никто, главное, особо не зовёт. Ну хотите, идите, не хотите, не идите. То есть, тут же никакой принудиловки, никакой обеззоловки нет. Вот. Но есть определённый коридор эволюционной возможности. И сейчас мы находимся на границе этого коридора. То есть, те индивидуумы, которые говорят, что нет, мы ничего не хотим, нам тут так хорошо, мы тут так хорошо квакаем, у нас такое болото чудесное. Вот. Мы никуда не пойдём и никуда не хотим. Вот когда-то наступает предел. Вот. Заканчивается терпение, говорят, всё, хватит. Эти никуда не годятся. Они не могут развиваться. И если примется решение космического какого-то органа, власти, да, и скажут, что Земля должна стать планетой свободы, она должна стать Бога-звездой, естественно, что на этой Бога-звезде не будет места тем людям, которые не хотят развиваться. Их, как отсталые эволюции, переселят с Земли на другие, менее благоприятные планеты, на Сатурн, ещё куда-то, ещё куда-то. Точно так же, как когда-то Земля приютила другие цивилизации, с Мальдека, с Марса, то есть те люди, которые там не хотели развиваться, их сюда приняли. Но потом те, которые здесь не захотят развиваться, их на Сатурне переплавят, ещё куда-то и так далее. То есть всё это вот эволюционный путь развития. Но каждый сам решает, никто никого никуда не зовёт и не гонит. Вы же видите, я же не говорю вам, чтобы все должны встать на путь посвящения. И моя задача просто сказать, что это есть, и это из себя представляет вот это. Субтитры создавал DimaTorzok